Друзья, всем большой привет! С вами на связи снова Олег Дмитриев и мы продолжаем нашу грацию стилей. Сегодня мы будем делать вот такой вот крутой слайдер. Почему он крутой? Смотрите. То, как он переключается. Может кому-то не войдет, не знаю, но, блин, мне он нравится. То, ну вот как вот это вот искажение, в принципе, происходит. Вот. И сегодня мы как раз будем его делать с нуля. Вот. У нас, друзья, есть нулевый проект. У нас здесь подключены наши стили jQuery, file.js. В body у нас все по старинке. И нам сегодня нужен будет JS, поскольку нам слайдер надо будет как-то переключать. Вот. У нас есть также вот наши вот эти вот три картинки, что вы видели ранее. Вот. И все. И поехали. Создадим тег main с ID-шником main. И давайте ему сделаем еще класс. Я просто люблю стилизовать именно через классы, а не через ID-шники. Вот. Также у нас будет класс слайдер. И в то же время нам нужен еще и ID-шник слайдер. И внутри у нас будут три картинки. Вот. Теперь, смотрите, нам нужно им именно здесь и именно обязательно сделать здесь обязательно width и height по 100%. Вот. С этими остальным добавим. Вот. И также нам нужно будет сделать две кнопочки для переключения. Это у нас будет button. Ему присвоим кнопочку это 8594 и следующая на 92. Вот. У них будет класс pref и btn. Один общий класс сделаем. И следующий класс будет у нас это next и также btn. И давайте сделаем еще им по одному ID-шнику. Prev и next. Вот. В принципе, это все, что нам здесь вообще ваш тема или нужно. Давайте сразу скопируем наш класс main и перейдем к его стилям. Он у нас будет на position absolute. Вид у него будет на 100% и height у него будет на 100vh. 100vh, если вдруг кто не знает, это вся наша высота, именно высота по вертикали, высота нашего экрана. Вот. Он будет как бы на весь экран. Далее. Сегодня будет довольно интересное тоже свойство будем использовать. WebKit clippath. Мы его ранее не использовали. Вот. И у нас у него будет свойство полигон. Что это такое, я кину ссылочку в описании. Обязательно с ним ознакомьтесь. Там будет небольшая статейка, совсем чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть, но довольно очень полезно, информативно. И там будет как раз картинка, какие проценты за что отвечают. Вот как я вот сейчас буду писать, допустим, что-то вот непонятное. И можно на это смотреть и не понимать, что я делаю. Это мы размещаем по x, по y, по каждой стороне, в процентах, что где будет находиться. Вот. Также у нас далее идет 100% и 0% и еще 2% по 0%. Вот. Ну, если я где-то ошибся, окей. Дальше мы эту ошибку увидим. Вот. Overflow hidden, чтобы у нас ничего никуда не девалось. И давайте сделаем transition для всех и на 0.5. Пусть у нас будет все плавненько кататься и ездить. Вот. Далее. Класс slider. Назовем наш класс slider. Для него мы сделаем position relative. Ему также присвоим left 0. И внутри у него будут картинки по 33%. Так, только 33% и 33%. Вот. Также, смотрите, нам нужно увид ему задать на 300% у нас. Ну, как бы 3 слайдера и вот таких вот 3 экрана. Вот. Давайте также для AMG зададим float left. Вот. И осталось нам стилизовать только кнопочки. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще происходит со страницы. Вот у нас уже ничего никуда не ездит. Как бы картинки 3, но они вот так вот блоками раскиданы. Они там, там находятся. Сбоку. Вот. Давайте также наши кнопки... Что мы с ними сделаем? Давайте их сделаем position fix. Чтобы у нас все равно как бы одноэкранный. Вам же можно будет для реального рабочего проекта использовать там... Ну, кнопки стилизовать уже как-то по-другому. Position fix. Вид на 35. Хейт на 35. Также, смотрите, топ сделаем на 85% и left на 53%. Только процента, не пикселя. Вот font size сделаем примерно на 26. Бордер вообще уберем. Он там некрасивый, наверное. Где наши кнопки? Вот они. Ну и давайте закруглим, что ли. Брэс на 50. Возьмем, да и ладно. Так, и background. Я их хочу видеть беленькими. Да. Так, и кнопочку, которая next... Нет, которая pref. Да, которая pref. Мы ее отодвинем. Сделаем ей left на 47%. Так. Видите, что я наделал? Вот. Окей. А, еще можно добавить курсор по интер, конечно. И сделать outline-on, чтобы у нас не было обводки при клике. Вот. Отлично. Так, с этим мы разобрались. Стили мы все прописали. Теперь пойдет самое, как сказать, интересное, что ли. Кто смотрел грацию стилей по чекбоксам, мы там через JS прописывали свойства при клике. Здесь мы будем делать практически так же. Вот. Нам нужна будет какая-то переменная. Допустим, пускай это будет count равна 1. Это у нас как бы, ну, первый экран. Первый экран у нас будет, потом count 2, count 3. Далее мы напишем, будем брать событие, что при клике на наш айдишник, это который next, будет происходить событие клик и будет происходить функция. Так. Вот. Теперь здесь нам уже нужно будет прописать как-то условия некоторые через if. Здесь мы выберем, если у нас вот наш count, что мы выше уже прописали, равен единице, тогда мы, получается, берем наш айдишник, это какой у нас там слайдер вроде, да, слайдер называется, который слайдер, и ему делаем свойство animate, animate, и с ним будет происходить left, так, минус 100%. И задержку мы поставим в одну секунду. Также мы должны присвоить то, что наш count теперь равен двум. Вот. Давайте проверим. Вот видите, я опять напутал. У нас не в ту сторону он переключается. У нас здесь будет prev, а здесь будет next. Да. Вот. Отлично. Теперь, смотрите, мы вот это оставляем. Теперь мы пишем else if, следующее условие, если у нас наш count уже равен двум, не единице, а двум, тогда мы прописываем. Можно вот это вот все уже просто скопировать. Здесь мы пропишем 200, и count у нас уже будет равен трем. Вот, получается, если у нас первый слайдер, мы переключаем count равен двум, если второй слайдер, переключаем count равен трем, и теперь, если переключаем, нам нужно придумать так, чтобы он вернулся, как бы, обратно. Поэтому мы вот это скопируем. Если у нас count равен трем, тогда мы все это возвращаем, ну, как сказать, к первому слайдеру, и count у нас будет равен единице. Вот наш третий, и возвращаемся как бы обратно. Окей, это мы сделали. Теперь нам нужно, наоборот, для prev нашего. Здесь у нас будет клик по prev. Вот, только тут мы будем уже немножко в таком обратном порядке уже исходить. Если у нас count равен трем, тогда у нас происходит на минус 100%, то, что если у нас третий слайдер, назад на второй слайдер, и count уже равен двум. После этого, если у нас count равен двум, тогда у нас должен переходить в минус, уже получается, но до нуля. Ну, не минус, а ровно ноль. Вот, и count должен равен быть единице. Вот, и теперь, если у нас count равен единице, тогда мы должны переключить его, получается, в ту сторону. Это count равен двести. Ой, не две тысячи, а двести. Так, только минус. И count будет приравнен к трем. Смотрим. Так, вперед работает, назад работает. К трем. Ну вот, отлично. Заодно сделали слайдер. Вот, теперь нам нужно повесить, чтобы... Мы напишем, короче, функцию, которая будет срабатывать при каждом вот этом вот клике, и которая будет вот так вот все искажать. Ну, то, что мы видели ранее. Давайте напишем нашу функцию. Назовем ее shrink. Ну, как пример. Здесь мы уже будем обращаться именно к ID-шнику main, поскольку мы для main задавали полигон. И вот это было бы неплохо все скопировать. Здесь мы уже добавляем CSS. Вот, и помещаем все это сюда. Только нам вот здесь нужно обязательно еще поставить кавычки. А то ничего работать не будет. Вот. Здесь поставим на 10% и на 20%. У нас будет уже как-то искажение идти. Вот. И по концовке 10 и 20 тоже. Вот. Это будет его, ну, как сказать, привычное состояние. Дальше мы возьмем через setTimeout. Вызовем точно так же функцию. Обязательно ее сразу же закрыть. И здесь можно будет просто вот скопировать то, что есть, и просто поменять. А здесь у нас 10, 20, 0, 100, 100, 100. Здесь мы сделаем на 90 и 20%. Так, только на 90. Теперь его можно будет уже скопировать. И еще сразу два поставить. Поставим интервал все будет по 150. Здесь, значит, у нас будет 300 и 450. Вот. Теперь тут мы поменяем на 90 и 80. Обязательно почитайте, что значит, что этот полигон, в принципе, делает, то, как он искажает. Потому что с ним можно будет делать клевые, там, карточки товара, клевую форму, как-нибудь исказить ее при наведении мышки. Если это, кстати, будет интересно и хотите на это посмотреть и подробнее узнать, пишите в комментарии. Обязательно сниму еще несколько видео с использованием уже данного свойства. Вот. А следующее мы сделаем на 10 и 80. Вот. Теперь посмотрим, что у нас в итоге получилось. А пока у нас, судя по всему, ничего не получилось. Давайте искать ошибку. Так, ошибка у нас, скорее всего, кроется между тем, что мы поставили, ну, точнее, скопировали. Иногда копировать не полезно. А вот эти вот точки с запятой на конце. Давайте посмотрим. Да, все верно. Что у нас будет происходить при обратном его уже, ну, возвращении, что ли? Но пока перед этим мы должны вот эту вот класс, точнее, функцию, да, функцию Shrink присвоить к каждому клику, так сказать, каждому условию. Давайте вот, хотя нет, лучше напишем все заново. У нас будет функция, ну, допустим, Zoom. Ну, как бы она обратно все увеличивает. Здесь мы уже пропишем точно так же SetTimeout. Вот, только здесь, получается, у нас будет секунды, ну, не по 150, потому что она у нас вот так вот прошла, остановилась, и только потом обратно вернулась. Это у нас должно быть. Давайте возьмем где-то на 1600. Там уже посмотрим. Вот, теперь это мы значение оставляем, ну, вот тем, какой оно есть. Остальное будем уже менять. Так, здесь сделаем на 1750. Тут мы меняем на 90 и 80. Ну, вот по аналогии того, что вот у нас сейчас вот здесь вот происходит. Так, теперь здесь мы уже делаем, получается, на 1900. Тут у нас уже будет на 100, 100. Здесь уже 100, как бы 110. Ну, потихоньку возвращаемся к первозданному виду, Иванова. Вот, и следующее у нас уже будет на 250. И пишем уже те свойства, которые у нас были вот в самом начале. Здесь у нас по нулям, и здесь у нас тоже по нулям. Давайте посмотрим. Так, мы сначала не посмотрим, все верно. А мы вызовем эту функцию. Смотрите. У нас, как мы, происходит клик. Срабатывает вот эта функция. У нас меняется искажение. Далее у нас срабатывает вот эта функция. Слайдер переключается. И вот только потом у нас уже должна срабатывать другая функция, когда она возвращает все, как положено, экран. Вот у нас произошла функция, слайдер перелистнулся, и все вернулось обратно. Вот только все да не все. Так, смотрим, в чем мы ошиблись. Так, ошибка была самая главная еще в том, что мы, оказывается, вышли вообще за пределы функции. Смешно. Вот, теперь у нас, здесь у нас, конечно, уже не будет работать. Нам нужно вот эту функцию привязать уже, так сказать, везде. Она у нас идет после пролистывания слайда. Вот. Проверяем. И обратный эффект. Супер. Все работает. Вот, друзья, такой довольно креативный слайдер у нас получился. Мне он очень понравился, когда я его только впервые увидел, и захотел его написать уже по-своему, потому что то количество кода, которое я там увидел, мне жутко не понравилось. Вот. Если понравился видос, обязательно поставь лайк. Если тебе еще вдруг интересно по поводу вот этого свойства ClipPath Polygon использовать еще и в других проектах, например, формочку сделать, карточку товара, как-нибудь там приховаре что-нибудь придумать, обязательно напиши это в комментарии, что ты хочешь увидеть. Я сделаю этот видос и сделаем это, так сказать, вместе. Вот. Пока у нас, друзья, на этом все. С вами был Олег Дмитриев. Это была Грация стилей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok